Александр Федорович Тарханов 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 Естественно, его отсутствие сказывалось, потому что сегодня он как бы играл, он ведет игру, ведет игру, и у нас тогда средняя линия достаточно хорошо играет. Второй момент, наверное, все-таки поле, стадион, зрители, это тоже сказалось, как бы, они даже на тренировке, на разминке, то есть перед игрой они закрепощены были. Это мы заметили, я даже в раздевалке перед дурой сказал бы, раскрепостить ребят, потому что нужно выйти и сыграть просто игру, игру. Результат, как бы, может, второстепенно, да, нам нужно стабилизировать игру, чтобы она стабильная была. Наверное, вот это все-таки сказалось на первых минутах, поэтому мы пропустили 2-0, а потом мы как бы стали играть, стали играть и, в принципе, имели во втором тайме преимущества достаточно большие. У меня ты начался по порядку или по нормам? Как хочешь, спасибо, в твоих. Я слышал, да, вы начали спартак, который вы работали, да, или сегодняшний, спартак. Можете с вами быть только спартакой? Не, ну, я даже, наверное, сравнить не буду, то, что спартака. Ну, все, все, все годы, которые Романцев работал, со всеми, там было две команды практически. Начинал 92-й год одна команда, даже в Перене Ставицкого Союза одна команда была, потом в Чемпионат России другая команда, еще третья была команда, но они все были лучше намного. Там игра была. Ну, я в принципе, в любом случае на атаку. Я разобрал атаку, что у нас много было выходов в атаку и не было последнего пасса хода какого-то, чтобы довести атаку до конца. Вот я на этом уделил внимание и сказал, что именно непосредственно без пешки надо уметь пространство преодолевать, уметь разыгрывать и забивать голову. Согласен, что большой брак в переходе от атака? Да, да, был брак. И последний вопрос. Я на протяжении всей игры смотрел и скомментировал сейчас по России два года. Вы знаете, что вы делаете? Дело в том, что это ваша установка, чтобы «Спартак» были, при стандартах, и как бы все это было пошло. Ну, естественно. У нас два высокорослых «Спартак» и «Ерохин». Но согласитесь, что при таком варианте, да, практически вы себя обрекаете на то, что любой вынос из волны, это была атака «Спартака» и «Спартака». Не, ну у нас распределение есть. Я пришел, смотрел специального, это все, все 11 игроков шансовой площадки, «Корел» уже обнагрел в одном тайме, пришел житель не на нашей шансовой, даже не в церкви стоял. И у вас в хате нету, а он может проверить, говорит, «Бурганомет». Ну что, у меня знаете, что удивительно? Дело в том, что Гуглиев и Безнас приехал в шансовой площадке, когда не начинал. И с поднями уголы там забивали, он не убейте даже. Не, ну при мне он вам не забивает. Вы меня там не перебиваете, я знаю, какие вопросы задавали. Вы вообще в футболе разбираетесь, это пресс-конференция, не ваша конференция. Давайте уважать коллег, пожалуйста. Мы уважаем коллег. Почему, что мы не можем вопрос задать? Я что, не коллега, что ли, с Россией Пави со спутбоксом? Какие у вас предыдущие, вы вообще спартаками? Давайте поддумаем. А, ну да, вы отвечаете на вопросы. А, ну у нас самолет, саша. Да, и самолет еще отвечает на вопросы. Сразу, в руку затыкали. Коллеги, еще вопросы? Сейчас думаю, что еще вопросы задавали. Пожалуйста. А, что вы сделали с командой? Во-первых, поздравляю вас с рекордом. Урал впервые, сказать, в России, в «Спартаке». И вот все последние матчи, что вы сделали с командой? Не, ну я просто работаю, я делаю так, чтобы, ну, наверное, любой тренер должен делать так, чтобы повысить уровень игроков. Вот, организовать их. Вот, мы много работаем, мы бегаем немного, без мяча практически не бегаем. Мы все, тех тактических действий, много работаем над техникой, чтобы они умели владеть мячом, умели правильный пас давать. И так, в свое время, Александр знает, Бубнов, и Константин Иванович, и Олег Иванович, требовали, чтобы пас могут дать точно. С какой силой, да, мы тоже над этим много сидим, чтобы именно включить команду, контролировать меня, чтобы они спокойно играли, чтобы не было, как говорят, запары или суеты на футбольном поле. Вот эти качества мы за эти месяцы, как бы, выработали. Еще не до той игры, которую я хочу, еще, наверное, есть время, как бы, долгое такое, чтобы именно сбалансировать так команду, чтобы она играла в хороший футбол. Погода? А при чем тут погода? Отличное поле было, я считаю, что отличное поле. Здесь ни погода, ни поле, здесь уровень мастерства, как у футболиста. Я думаю, на любом поле, сейчас как в Манеже, тут в Манеже плохо играть. Я считаю, Александр играл в Манеже, хорошо, что в Манеже игралось всегда. Если в Манеже на зеленое поле лечит, то переходят, согласят, если в футбол уменьшить. Да как, я согласен, если в футбол уменьшить играть, то на любом поле хорошо играть. Я в серии пример привожу, сборная Испания играла в Литве, безобразнейшее поле было, но они играли хорошо. Александр Иванович, а у Манеже с нормального поля, Манеже было перейти в Кислоте. Ну, это... Коллеги, еще вопросы? Все, спасибо за... Спасибо.